Университет придет ненормальный с оружием, то это начнется как обычный день. Если вдруг вы окажетесь в ситуации, когда какой-то псих в здании будет стрелять или угрожать оружием другим, важно, чтобы у вас был план, четкий алгоритм действий. То, что вы предпримите в первые мгновения, может быть разницей между жизнью и смертью. Правило первое. Если ты услышал стрельбу, сразу беги. Геройство тут ни при чем. Не пытайся разобраться, что происходит. Для этого есть специальные службы. Даже не думай доставать телефон, чтобы все заснять. А потом срубить лайков в социальных сетях. Лайки останутся, а вот тебя может уже не быть. Правило второе. Если ты слышишь, что стреляют, беги наружу. И так, чтобы толпа, обоенная паникой, тебя не затоптала. Беги так далеко от этого места, как сможешь. После того, как убежал, возьми себя в руки и вызывай полицию. Говори четко и без лишних подробностей. Что случилось и где. После этого можно позвонить родителям или родственникам. Убегать надо через выходы или через окно первого этажа здания. Не тратить время на разговоры, сбор вещей и одевания. Прыгать с более высоких этажей, даже со второго этажа. Чревато получением переломов и тяжелых ушибов. Если нет непосредственной угрозы, лучше забаррикадироваться в помещении, чем прыгать в окно. Используй двери. Баррикадируй их тем, что найдешь. Стульями, столами, досками, шкафами. Правило третье. Если стреляют рядом с тобой или в твоем направлении, падай. Падай за стол, парту. Прячься за стены или колонны. Убегай. Уползай за угол. За поворот. Прячься как можешь. Соблюдай тишину и выключи звук на мобильных устройствах, чтобы не привлекать внимание преступника. Выключи свет в помещении в темное время суток. Когда человек из освещенного помещения попадает в темное, ему очень трудно ориентироваться. Правило четвертое. Если стрелок движется в твою сторону, действуй по ситуации. Всегда выбирай жизнь. Опытные сотрудники служб советуют. Если нет возможности убежать и спрятаться, притворись мертвым. Не ори и не бегай. Не пытайся договориться с преступником. В большинстве случаев это бесполезно и опасно. Не заговаривать с ним. Не обращаться к нему первым. Не смотреть ему в глаза и не привлекать к себе внимание. Правило пятое. Если ты решил бежать, не оглядывайся и петляй. Так у стрелка меньше шансов в тебя попасть. Метко стреляют только профессионалы. Специалисты советуют. Три шага вперед, шаг влево, четыре шага вправо. Это твой шанс выжить. Правило шестое. Если твой сокурсник или даже друг в социальных сетях на своей страничке или в личных сообщениях пишет, что хочет прийти с оружием и с кем-либо разобраться, необходимо незамедлительно сообщить в полицию. Если ты узнал, не важно как, случайно, прочитал в чате, увидел в социальных сетях, что кто-то делает взрывчатку или у кого-то появилось оружие, сообщай в полицию. Им можно написать, если звонить ты стесняешься. Лучше полиция обработает тысячу звонков, где не будет ничего серьезного, чем не обработает один и погибнут люди. Правило седьмое. Услышал, что кто-то хочет убить? Увидел, что все это сопровождается агрессивным поведением или угрюмостью и замкнутостью? Не шути в стиле «Да ты, Колумбайн!» «Лол, ну ты даешь, и ага, сейчас может сразу метро взорвать». Вообще не шути на темы жизни и смерти. Сейчас это может показаться пафосно, но лучше перестраховаться, чем потом класть цветы на свежую могилу знакомых или лежать в ней. Быть живым точно лучше, чем давать корреспондентам комментарии, уперев глаза в пол. Да он писал, что хочет всех тут перебить, но это ж он прикалывался. Я не думал, что это серьезно.